Знаете ли вы, какая из дат у предпринимателей и владельцев компании одна из самых нелюбимых? Это 23 число. Дата, которая следует за последним днем уплаты налогов. Именно в этот день иногда происходит блокировка счета, если предприниматель хотя бы немного недоплатил налогов. Но в обновленном налоговом кодексе подходы изменены. Сегодня узнаем детали. Наш собеседник Старовойтова Ольга Игоревна, начальник главного управления анализа учета налогов Мистерства по налогам и сборам. Одна из достаточно жестких мер в отношении нарушителей – это блокировка расчетного счета. А что в принципе означает эта мера? Блокировка расчетного счета – это приостановление банком расходных операций по счетам плательщика. А что раньше являлось основанием для того, чтобы приостановить операции по счетам? Как и ранее, так и теперь, одним из оснований, на основании которого приостанавливаются расходные операции по счетам, является неисполнение субъектом хозяйствования в установленный законодательством срок налогового обязательства. Грубо говоря, это неуплата налога 22 числа. Ранее, до 1 января текущего года, если субъект хозяйствования 22 числа не уплатил налоги, то уже 23 числа налоговый орган выносил решение о приостановлении расходных операций по счетам субъекта хозяйствования. То есть, 23 числа счет полностью, может быть, заблокирован, ничего по нему не сделайте, пока не обратитесь в налоговую инспекцию, и вам могут разрешить частично проводить какие-то операции? Да. 23 число – это у нас был час пик до 1 января 2019 года. Сейчас этот подход изменен. Сейчас, с учетом принципа добросовестности плательщика, который закреплен в налоговом кодексе, мы применяем рискориентированный подход. В чем он заключается? Если плательщик в течение 6 месяцев предшествующих дню неисполнения налогового обязательства исполнял свои налоговые обязательства в срок, то такому плательщику расходные операции будут приостановлены только через 10 рабочих дней. Если же плательщик в течение 6 месяцев, которые предшествовали нарушению, допускал задолженность на 22 число, но погашал ее до 1 числа месяца следующего за отчетным, такому плательщику расходные операции будут приостановлены через 5 рабочих дней. Когда эти правила не работают? Данное условие не работает, если налоговое обязательство либо неуплата пений выявлены по результатам проведенной проверки. В таком случае решение о приостановлении операции по счетам выносится сразу. Одна из жалоб бизнеса общества – это то, что пени зачастую превышают суммы доначисленных налогов. В кодексе учтены пожелания бизнеса и требования в отношении пений. Теперь сумма пений, доначисленных по акту проверки, не должна превышать сумму самого налога, доначисленного в ходе проверки. Спасибо.